В Москве сегодня говорят о реабилитации инвалидов и дополнительном образовании детей. Югра передает опыт другим регионам. В столице проходит третий форум социальных инноваций. Чиновники, представители ресурсных центров, социальные предприниматели и общественная палата Югры принимают участие в стратегических сессиях и дискуссионных площадках. Наш округ представит опыт концессии в социальной сфере. Расскажет о сертификатах на дополнительное образование, реабилитации инвалидов. Виктория Редькина сегодня работает на форуме. Сейчас она выходит на прямую связь со студией. Вика, кто представит Югру на этом мероприятии? Здравствуй, Илья. Нашу делегацию, югорскую делегацию на третьем форуме представляют порядка 30 югорчан. Это и сотрудники, и директора очень многих департаментов, и департамента информационных технологий, и департамента социального развития. Также есть представители социально ориентированных некоммерческих организаций, представители бизнеса, науки, информационных технологий, а также и медицины. Отмечу, что форум считается большой дискуссионной площадкой. Он давно зарекомендовал себя для обсуждения социальных проблем. В этом году ключевой темой стали национальные проекты. Форум объединил больше трех тысяч участников со всей России. Впервые участникам из регионов предоставилась возможность презентовать свои лучшие практики, лучшие проекты. Югра прошла 17 проектами. Отмечу, всего мы заявляли с 21 проектом. Выбрали лучшие практики. Отмечу, лучшие практики в России. Наши проекты, такие как грант-губернатор Югры на развитие гражданского общества, вовлечение коренных народов в экономику региона через экнотуризм, комплексная система реабилитации инвалидов, киберинклюзия, очень много медицинских проектов. Но я думаю, что подробнее об этом нам расскажут спикеры, с которыми нам удалось побеседовать во время этой выставки. Давайте послушаем, что они рассказали. Как будто создан для участия Хондар-Вансийского автономного округа Югры. Есть показать, что на этом форуме, потому что мы недаром говорим, что социальная сфера – это основной приоритет той политики, которая реализуется на территории Югры. Это революция, по сути дела, в финансовой поддержке гражданских инициатив на региональном уровне. Это грант-губернатора, полностью цифровой конкурс, пока единственный в России в таком формате, который проводится. Одним из важных достижений уже сейчас – это тем, что вот эти инструменты, они стимулируют активность. У нас есть статистический учет того, что как раз-таки количество проектов… На протяжении трех дней делегаты со всей России будут обсуждать и решать вопросы, и как улучшить жизнь россиян, жителей нашей страны. Будет работать… Сейчас уже работает большая выставка, как я сказала, а также будет работать еще 60 дискуссионных площадок, на которой будут выступать в том числе и наши делегаты. Югорчане поделятся своим опытом. Они будут выступать и как эксперты, и как докладчики. А сейчас за моей спиной, если вы видите картинку, то можете наблюдать, как проходит первое пленарное заседание. Это пленарное заседание посвящено прорывному развитию социальной сферы в регионах. Здесь в качестве выступающего, в скором времени уже пригласит на сцену Наталью Владимировну Кумарову, она расскажет об опыте Югры в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций и НКО. Также она расскажет о развитии и о поддержке в этой отрасли в нашем регионе. Поэтому, Илья, передаю тебе слово, поспешу не опоздать на доклад нашего губернатора. Спасибо, Вика. Виктория Редькина сегодня работает на форуме социальных инноваций.